Уважаемые друзья и подписчики, я Светлана Атан. Уважаемый сыночка в дорогу. Ну чем я не Монро? Привет вам от Индера и Светланы из города Берсина. Мы занимаемся в нашем клубе не только йогой, а также гостяшкой. Мы импульсируем упражнения, прыгаем на скакалке, если сильнее на графику, не пьем кофе. Я делаю свой пик прекрасный. Я двигатель. Всем привет, друзья мои. С Байрамом я вас поздравляю. И моя соседка вышла. Как всегда. В неудачный момент. Ее вынесло. Какая тишина в Мерсине. Видите? Какая тишина в Мерсине. Как будто вымер город. Может ее поздравить, и она заговорит. Со мной. Я на распути. Что скажете? Сегодня праздник. Нужно целовать руки старшим в семье. И они вам за это дадут денежку. И мой муж тоже. Мне подарил денежку. Знаете, такой обычай, традиция такая. Мне так нравится. Я помню, когда Маре мы привезли. Ее научили. Дедушка с бабушкой. Чтобы всем она целовала родственникам руки. И она таким образом заработала. То пять ларг, то пятьдесят ей дал, то еще. И вот я продолжаю эту традицию в своей семье. Естественно, я подготовилась. Это было такое шоу. Даже смешно рассказывать вам. Но это было. Знаете, как произошло. Муж мой встал, сидит, сигарету курит. Я так начала перед ним сначала выплясывать. И подошла к нему, поцеловала его руку. Он не понял, что я от него хочу. Страх был и вопрос в глазах. Я потом его подняла. Целую руки. Сначала прикладываю колбу. А потом целовать надо. Приложить колбу своему и поцеловать наружную сторону ладони. И он, значит, какой смешной был. Смотрит на меня. Но я его так поднимаю, поднимаю. Веду, веду, веду к шкафу, где у него там кошелек. Потом это я одной рукой открываю. Ой, какой он смешной. И я так ему говорю. Смотри, мой дорогой. Сколько ты сейчас мне дашь. Столько вселенной тебе вернет. Он вытаскивает самую большую купюру. Крупную у него. Сто лир дает мне. Я, боже, благодарю тебя и вселенной. Начала так радоваться, благодарить его. Ну, такое было у нас шоу. А еще я что хочу сказать. Я обнаружила вчера птичку. То есть я поливала цветы. И она вдруг внезапно вылетела оттуда. Я посмотрела там гнездо с яйцом. Я испугалась, что я же воду поливала цветок свой. И так переживала. Но посмотрела сейчас недавно. Она там сидит. Она на меня смотрит. Я на нее. Ну, и она улетела. А там вы видите ее или нет? Слава Богу, что она прилетела. Вообще не буду дотрагиваться до нее. И не смотреть ничего. Ой, сидит моя хорошая. Сидит. Видите вы, или нет? Тоже подходить опасно. Наверное, этот цветок поливать нельзя, да? Может, когда ее не будет. А птенец как там будет? Вот подарок такой на Байрам. Такая хорошая примета. Как раз на Байрам. Вот у нас птичка там. Обалдеть! Мои розочки. Мои гвозитечки такие красивые. А еще знаете, что я заметила? У меня мамардика. Мамардика, друзья мои. Вот это мамардика. В том году ничего у меня не выросло. В том году у меня ничего не выросло. А вы там вот мамардика. И вот она у меня маленькая. Ой, огород у Светланы. Но она на вкус горькая. Я как-то пыталась ее пожарить на горькое. Надо почитать в интернете. Или вы мне напишите, что мне с ней делать. Посмотрите, это куда идет. Что-то надо с ним делать. Что-то надо делать. А здесь у меня перчики. Вот этот сорт перчика как раз я и хотела с Ашкимом. Вот, мои дорогие. Сейчас я вам покажу. Посмотрите, какой оригинальный у меня перчик. А здесь у меня, видите, зелененький. Это не такой, как этот. Вот то, что я хотела. То, что мы выбросили с ним в том году, у нас и получилось. И выросло. А здесь у меня еще мамардика. Но у нее какие-то другие листья. Ну, посмотрим, когда вырастет и все. А сегодня я приготовила такой завтрак. И сяду вместе с Ашкимом покушаю. С моим любимым Ашкимом. Ашкимом он мне подарил денежку. Вот такой завтрак. И я тоже сяду с ним. Приятного нам аппетита. И байрам ларарка дошла рэм. Друзья мои, хочу порекомендовать вам очень вкусную закуску. Из баклажана и болгарского перца. На огне, на газовой конфорке. Поджарить. Мелко порезать. Чесночок чуть-чуть. Соль, перец и оливковое масло. Очень вкусное. Сижу на балконе. Как интересно наблюдать за всеми соседями. У всех на балконах движуха. Мы никогда не присутствовали на Курбанбайраме в Мерсине. В том году я была в Батуми. В те годы мы ездили в деревню всегда. И сейчас я смотрю, некоторые уже сидят и кушают. Вот смотрите. Они не увидели, конечно. Некоторые сидят и кушают. В весе люди на балконах. Я смотрю. Кто-то готовит мангал. Это только эта часть дома. А на нашей стороне тоже какие-то движения. Кто-то идет в гости. Сидят на балконе. Как интересно понаблюдать. Так вот сидят, кушают там. Видите? Кушают, кушают. Так рано кушают. Видите, люди кто-то рано кушают. И то, что мы. На вылетательный пункт хороший у меня. Да. Вы слышите? А я голубушка. Да. Молодец. Хорошая мамочка. Прилетела. Умничка. Ашка, в ней стивился? Ашка. Эфенди. Мы находимся в Карфуре. Я так накрасилась, вырядилась для Карфура. Мы хотели пойти по своим делам, друзья мои. И тут вдруг пошли к соседям просто. К соседям пошли. Их поздравить с праздником. И они нас пригласили на ужин. Я сказала Ашке, нам нужно было идти к Ялчину. Туда-сюда. А они говорят быстрее, говорят, приходите. Ну вот мы пришли, взяли. Что взяли с Ашкой вам? Мороженое, кока-колу. Больше ничего не купили. Они там жарятся в мангале и шашлык на балконе. Так классно. В общем, друзья мои, все планы поменялись. Спасибо Вселенной. Все как-то пустынно. Никого нету. Рестораны все закрыты, не работают. Друзья мои, как будто все вымерли. Как у нас после Нового года. Первый день. Вот такое ощущение. Посмотрите сами. И машин мало, потому что все сидят и кушают. Жарят шашлыки. То-се. Аллане Хурин. Вот так работают наши мангалы. Видите, соседи мы на ужине. Очень классно. Вот такой вот мяскон. Мы пришли к соседям. Посмотрите, как отсюда классно видно аквапарк. Я вам не показывала. Ммм, какой у нас огромный аквапарк. Надо его обязательно посетить. Он, кстати, приглашал меня, но я отказалась из-за того, что я у меня занята. И вот такая дорога хорошая отсюда видно. Вид такой красивый. Соседи наши все готовятся здесь. Вот такой сладкий маленький у нас сосед. Друзья мои, посмотрите, какой балкон у меня, как выглядит с этой стороны. Видите, какой красивый. А вон там у соседей не так. А вон там у соседей вот. Видите, у них тоже цветочки. А у меня самый красивый, мой любимый. И тут наверху тоже не так. Вот так вот. Он говорит, не снимай. Теперь начнется, друзья мои. У соседей вот. Спасибо. Сашки, мы решили тоже посидеть, полежать на балкончике. Да, шеф. У меня оказывается самый такой цвет, зеленый балкон. И что, я из-за этой птички не могу сейчас подойти к цветам, потому что я боюсь, она реагирует так очень нервно. Ну, посмотрите, мои хорошие, сейчас я вам покажу, соседи все сидят, видите. Все на балконе, наелись, пьют кофе, чай. У всех светятся балкончики. Вот такой у нас праздник Байрама, соседи. Если бы мы были в деревне, то было бы все по-другому. Чай пьют, те, гости. Жизнь на балконах у нас в Мерсине. Жизнь на балконах. Мы так хорошо посидели. Ну, естественно, поболтали там, но я без дела так не могу сидеть на одном месте. Это было для меня испытание. Я привыкла все время двигаться, двигаться, друзья. А сейчас вот, ну, вкусно покушали очень. Благодарю Вселенную и Бога за то, что нас так попали. Мы же пошли вообще, у нас были другие планы с мужем. Пойти погулять, хотели до Марину сходить. Ну, все так изменилось. Ну, нельзя было отказать им. Мы пошли просто поздравить их, так как они старшие. Тут такой обычай, старшие, младшие идут к старшим поздравлять. И они пригласили нас. У них, значит, там едут машины, которая распыляет лекарства от мух и комаров. У нас постоянно так по району ездит, по каждым улечкам. Поэтому у нас нету мух и комаров. Вообще так странно. В Батуми бы нас закусали. В принципе, где я живу, не так много. Но все равно сетки, без сеток нельзя там жить. А вот такие районы там возле моря, там вообще эпидемия. Вот этих комаров и мух. И вот в этой нашей соседе живут мама с папой и возвращаются. Девятые говорят, а вот машина, вы здесь по-моему возвращаете. Видите, как они распыляют лекарства? И вот мама с папой и сын, с невесткой, и сын с женой, и маленький внук. Ну, они временно перешли сюда. И еще пришел другой сын с женой и с дочкой. Еще у них две дочери. Они до этого поздравили их с утра. В общем, тут я смотрю, что у всех очень много детей. Ну все, мои дорогие. Сейчас мы занимаемся каждым своим делом, отдыхаем. Приятного вам праздника, приятного вам вечера. Курбан Байран, Лосун, мои дорогие зрители. Мы с Ашкой мы вас поздравляем. Мы сегодня позвонили родителям, их поздравили. Скоро вы увидите их в наших видео. Спокойной ночи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok